Прежде чем мы приступим к поиску наших сегодняшних гостей, несколько, позволю себе, комментариев по поводу терапии тревожных расстройств в частности. Прежде всего хочется еще раз обратить участников сезона, кто был на 22, 21, 20 относительно не так давно, следующий тезис, что я публиковал сегодня это в инстаграме, о том, что не нужно относиться к терапии неврозов как в буквальном смысле к терапии. Все-таки если мы говорим о действительных, реальных и практических вещах, то мы помогаем нашим клиентам адаптироваться к обстоятельствам, адаптироваться к реальности, адаптироваться к изменившимся жизненным событиям, адаптироваться и увидеть собственные, скажем так, ожидания, сценарии, принципы. И не нужно выпиливать невротическую личность и пытаться продавать людям идею о неком избавлении от самого себя. Да, потому что у всех у нас есть детство, у нас у всех есть определенные, скажем так, обстоятельства, в которых формировалась наша высшая нервная деятельность. Я сейчас не беру под этим термином центральную нервную систему и периферическую. Она формировалась посредством генома и посредством физиологических процессов, которые запрограммированы в нашем генокоде. Я имею в виду, что у каждого из нас есть детство, которое формирует определенные особенности. Помимо генетических, помимо наследуемых. Вот эти особенности, так сказать, мама, папа, я и детство, и окружение формируют определенные паттерны, определенные ценности, определенные уязвимости, определенные склонности и определенное поведение. Потом оно, позвольте напомнить вам, оно становится выученным. Сначала ребенок его тестирует, затем он получает определенные хорошие, так сказать, результаты и закрепляет это уже как форма поведения. Это вы часто называете характером. Помимо этих форм поведения, безусловно, ребенок копирует определенные паттерны поведения мамы, папы и значимых для него лиц из окружающего мира. Ребенок учится и копирует реакции, эмоциональное реагирование, поведенческие реакции в тех или иных обстоятельствах. Так складывается его, так сказать, внутренняя конституция. И если человек, так сказать, базово сложил определенные для себя ценности, определенные паттерны поведения, которые приводят его к защите от недопущений или к получению чего-либо, то мы с этими паттернами можем познакомиться в терапии, мы их можем увидеть, мы можем провести параллель. Сегодня у нас у девочки в группе был такой яркий очень инсайт, где она увидела, что она сегодня ведет себя ровно так же, как всегда вела себя в детстве. Эти все уязвимости надо знать, потому что все эти уязвимости, они не только являются вашими слабыми местами, но и точно такие же уязвимости есть у ваших оппонентов, у ваших врагов, просто у ваших коллег, просто у людей вокруг, у ваших родственников и близких, и у детей. И имея правильное представление о формировании определенных личностных структур, мы можем либо во благо, либо во благо работать с этим, либо выстраивать определенную политику, поведение для того, чтобы привести человека к тому или иному результату. Как вы знаете, 23 сезона у нас не будет, и у меня большое количество людей, так сказать, скопилось, которые не жалуются на панические атаки, невроз такой ярко выраженный, что ли, но они очень хотят научиться в современном мире быть гибкими, быть хитрыми, быть приспособленными, потому что выживает наиболее приспособленный, и если вы не знаете своих слабых сторон, если вы не знаете слабых сторон своих оппонентов, своих начальников, своих коллег, то, скорее всего, через вас переступят, и вы будете довольствоваться малым, если не сказать большего, да, скажем так. Поэтому первый тезис заключается в том, что мы не лечим неврозы, мы не подходим к этому с точки зрения психиатрии, мы адаптируем наших клиентов для того, чтобы они умели амортизировать те или иные события в жизни, от которых мы их не страхуем. Плюс их ставим, кто понимает. То есть не нужно пытаться выпиливать из себя любые реакции тревоги, любые реакции беспокойства или озабоченности, какие-то накопленные обстоятельства в личной жизни, в профессиональной, которые вас так или иначе, скажем так, преследуют, или сложный период у вас какой-то, да, мы учим людей амортизировать все эти события, чтобы они не разрушали вас и не выбивали вас из клеи. Второй тезис заключается в том, что мы должны знать наши слабые места, мы должны это понимать для того, чтобы их грамотно закрывать, или того, чтобы вовремя нанести удар в самое больное место нашим оппонентам, которые пытаются нас ввиду эволюционных, инстинктивных процессов как-то завалить в этих самых джунглях. Не обязательно, что вы должны там с копьями бегать и всех там как-то крошить, да, но дать по зубам людям, которые пытаются вами манипулировать, которые пытаются надавить на больное, которые поднимают у вас чувство вины, или которые играют на вашем самолюбии, это необходимо. Поэтому очень скоро вы увидите новый проект, который создан для всех людей, он создан прежде всего для людей, которые хотят научиться понимать свои слабые места, разбираться в слабых местах людей. Он будет разделен на две такие большие части, мы посвятим этому несколько дней, на белую и черную часть. Белая часть эмоционального интеллекта будет заключаться в исследовании собственных уязвимостей, в управлении собственными эмоциями, в четком понимании собственных паттернов и своих сильных и слабых сторон. А черная часть этой программы будет заключаться в нанесении сложных ударов или очень такое эффектное оппонирование вашим соперникам. Я уделю равное значение белой и черной части. Я надеюсь, что никто не будет черную, так сказать, часть эмоционального интеллекта намеренно применять во вред. Но я представляю, что это инструмент контратаки. То есть, если вы понимаете, что вами манипулируют, если вы понимаете, что вас пытаются разрушить, вас пытаются выжить, вас пытаются отжать морально, не только, вы должны знать, какие слабые места у кого имеются, как получить должность, как получить желаемую шубу, это очень такая будет интересная часть, как взаимодействовать девушкам с мужчинами, видя их определенные эго-проблемы. Девочкам понравится черная часть в этой связи. Молодым людям эта часть понравится, что они смогут не как раз-таки попасться, на уловки этих самых неглупых девушек, и не поведутся на эго-комбинации, которые в итоге вас склоняют к тем или иным покупкам, тратам, действиям, обещаниям, подписаниям и так далее. Поэтому черная часть будет достаточно откровенна. Я еще раз надеюсь, что вы ее будете использовать только в качестве контрзащиты. Там будут политтехнологические инструменты, там будут такие вот инструменты, не хочу сказать слово «соблазнение», но назовем это так, управляемой манипуляцией для того, чтобы человек сделал так, как вы хотите. Поэтому это будет такой очень закрытый курс. Я не хочу, чтобы на нем было большое количество людей, ввиду того, что все-таки хотелось бы, чтобы эта технология осталась в каком-то ограниченном количестве людей, самыми такими людьми интересующимися, адекватными, так сказать. Чтобы на ней не было там шкалоты, которая потом пойдет и применит какие-то инструменты, потому что девочка там его обидела. Поэтому мы постараемся ценой, так сказать, отсечь определенную категорию граждан. Еще раз вернемся к неврозам. Давайте не будем просыпаться каждый день со словами «когда мой невроз вылечится». Я вам предлагаю забыть о вашей вегетатике, потому что она не является проблемой, она является следствием. и сосредоточиться на правде, сосредоточиться на тех недопущениях и сверхценных задачах, которые у вас не реализуются. Задаться вопросом «а как я себя веду?» Почему я получаю те или иные результаты? И как я себя не веду, чтобы получать те или иные результаты? Сегодня мы постараемся разобрать два кейса. Я со своей стороны тоже постараюсь, чтобы они были интересными, чтобы вы смогли в них себя увидеть. Поэтому давайте начинать. Как сделать так, чтобы он сделал так? А по большому счету да. Это не сложно. Если вы знаете слабые струнки ваших, так сказать, оппонентов, то выстроить нехитрую комбинацию, чтобы человек либо уехал в отделение неврозов, либо вообще пожалел, что с вами связался, либо потерял лицо, это не очень сложно, скажем так. Учитывая, что в каждом из нас есть невротическая личность, поверьте, подобрать аккорд, чтобы эта невротическая личность зазвучала, это не представляет трудности, просто нужно пощупать, так сказать, эти струны и научиться на них играть. Да, это прекрасно умеют наши политики. Я долгое время это оставлял, так сказать, за кадром. Вот. Ну, мне кажется, что поскольку я начинаю больше заниматься преподавательской деятельностью в нашей школе, да, и все меньше уделяю внимание профильной неврозам, то мне вот этот курс очень кажется органичным, потому что он и есть эмоциональный интеллект, потому что вы, если читали книжки по эмоциональному интеллекту, которые представлены в наших книжных магазинах, как вы заметили, они достаточно поверхностные, да. Вот. Я понимаю эмоциональный интеллект не очень поверхностно, я его понимаю из огромного опыта терапии невротических личностных расстройств. И понимая, как ломаются люди, я умею их чинить. Но тот, кто умеет что-то чинить, умеет и ломать. Да. Вот. Поэтому будет представлена и черная, и белая сторона. В нашем логотипе, который вы видите на ваших голубых экранах, как раз таки представлена двойственная, дуальная концепция. Ее можно рассмотреть как с точки зрения белой стороны, где у нас представлен Будда, такой вот он добрый, принимающий, управляющий своими эмоциями, там, серединный путь, принятие, да, и ферзь шахматный, который является очень сильной фигурой на доске, который является таким зачинщиком самых сложных комбинаций порой. Вот. Поэтому рекомендую вам присмотреться к этой теме, независимо от того, есть у вас невроза или нет у вас неврозов. Это программа, которая, в принципе, ответит на все ваши вопросы и по неврозам, и по людям. Мы поговорим очень много о правде. Может быть, у кого-то розовые очки наконец-то снимутся, так сказать, неразбитыми вовнутрь, потому что потом вынимать стекла из ваших глаз, поверьте, не самая приятная задача, так сказать, и для вас, прежде всего. Она достаточно накладная. Поверьте, гораздо дешевле предупредить разбитые розовые стекла, чем потом героически выковыривать оттуда эти самые стекла из глаз. Для психологов будет ли полезен курс? Вы знаете, я думаю, Сергей, он будет полезен для всех. Неважно, вы психолог или дворник, или вы домработница, домохозяйка, или вы менеджер, или вы руководитель, студент, абитуриент. Он будет полезен всем. Понимать, понимаете, как работают люди, а люди – это порождение привычки. И понимать, как они устроены, на мой взгляд, должен иметь каждый. Поэтому эмоциональный интеллект, он очень важный такой навык, просто его можно разделить на белую и черную стороны. Я вас с этим познакомлю. Давайте искать наших самых кейсов. Будет полезно, безусловно. Я вообще не помню, чтобы я делал неполезные продукты. Просто кто-то ответственно к этим продуктам относится, а кто-то не очень. Давайте, не могу справиться с... Не получается. У меня не получается вытащить себя из кинотеатра прошлого, есть постоянная тревога, и как много... В этой точке роста очень-очень-очень много запросов, что не может меня не радовать. Не получается вытащить себя из кинотеатра прошлого, есть постоянная тревога, и навещивая мысль по этому поводу. Марго. Не могу справиться с чувством перманентного стыда и небезопасности, как будто не даю себе жить. Здравствуйте, не могу справиться с тревогой после того, как бросил па молодого человека, находявшегося в армии, и начала новые отношения. Не получается начать новую жизнь, держит вина за старое. Не получается справиться с сильной привязанностью к сестре-близнецу. Давайте разберем тему, которая для многих тоже была... Все кейсы для многих актуальны. Давайте вот этот кейс попробуем разобрать, потому что кто был на сезонах, тот помнит о том, что мы много говорили про образы, из-за которых создаются наши эмоции. И я представлял такую оригинальную концепцию, так сказать, кинотеатров прошлого, настоящего и будущего. Но кинотеатр прошлого и будущего между ними холл настоящий. Вот Марго пишет, у меня не получается вытащить себя из кинотеатра прошлого, и есть постоянная тревога и навязчивые мысли по этому поводу. Я так понимаю, что Марго иллюстрирует воспоминания, которые она не может отпустить. Давайте попробуем разобрать этот кейс и посмотрим, что стоит за этим. Марго, пожалуйста, позвоните мне. Потому что тема воспоминаний, которые мы не можем отпустить из прошлого, она достаточно актуальна. И хотелось бы... Алло. Добрый вечер. А вы можете видео выключить? А, да. Да, минутку. Да. Все, супер. И опять... Вот. Да, супер, прекрасно. Добрый вечер еще раз. Вас зовут Марго. Я вас внимательно слушаю. Да. Значит, проблема большая для меня. Замужем почти 20 лет, но не могу отпустить человека, с которым два раза во время моего замужества у меня была, так сказать, ну, афера или отношения, и постоянно туда, в этот кинотеатр себя сама закидываю, хотя непроизвольно. Мысли закидываются туда сами, хотя их отметают. И не могу отпустить вообще. То есть, это какой-то как параллельная жизнь в моей голове. А что это за параллельная жизнь? Что это за воспоминания? Ну, что было бы, если бы, например, мы все-таки бы тогда сошлись, если бы ничего не закончилось, и так как это два раза было с одним человеком, через такое долгое время, долгие года не могу из этого кинотеатра себя вытащить. А чем он вам так понравился? Ну, зацепил. Ну, я понял, а чем? Потому, не знаю, что самое страшное, что действительно пару лет назад я из-за него собралась уходить от мужа, но не потому, что здесь в семье все плохо, наоборот, здесь даже очень хорошо, а потому, что я думала, что с другим будет еще лучше. Чем же он вас зацепил? Там мим собой какой вот он какой характер совершенно другой, как у мужа, например, и более такой, он более грубоватый, так сказать, мой муж более утонченный, а тот более такой грубоватый, поэтому абсолютно разные люди, но все равно он какой-то глубокий, вот как-то вот он меня зацепил, я не могу его вообще забыть. Первый раз мы встретились с ним 22 года назад, потом у нас еще не получилось, потом 10 лет спустя, и потом вот еще раз 5 лет назад. и вот все. Сижу в этом кинотеатре как дура, хотя уже понимаю, что все это, пора себя оттуда тащить, но мысли сами себя меня ведут туда. И как вам в этих мыслях туда? Мешают они мне, потому что вообще-то мне можно другими вещами заниматься, но я постоянно там кручусь, как будто я сама себя туда закручиваю, да? Вам же там было хорошо, что не закручивать-то? Ну, да, было хорошо, но все очень плохо закончилось, потому что все разы этот мужчина как бы, то есть от него исходило то, что у нас ничего не получилось. Хорошо, давайте все-таки вернемся к моему вопросу, чем же он вас зацепил? Характер, как вы его бы описали, как он себя ведет с вами? с одной стороны хорошо, но с другой стороны как бы ну он не стелется к ногам, так сказать. Давайте без обтекаемых формулировок чуть попроще, попрямее. Так как же он себя ведет? Ну, немножко погрубее. Конкретнее. я не знаю, не могу сказать, что он там прям такой грубый, но по крайней мере он если я привыкла, что мужчины часто делают все, что я хочу, он как раз абсолютно не такой, не делает все, что я хочу и не делал. И как вам от этого? Не очень, честно говоря. почему? Ну, потому что я привыкла, что я всем нравлюсь и меня все любят и он вообще практически один-единственный мужчина в моей жизни, который, так сказать, меня отвергнул. Вам не кажется, что вы сейчас ответили на свой вопрос? Ну, это же неприятно, то есть мне это ужасно неприятно, тем более, когда мы с ним расстались в прошлый раз, это для меня большая, очень трагедия, переживала очень и я уже действительно хотела, собиралась тут от мужа уйти, все такое, а потом в последний момент он стал как бы, потому что у него тоже семья и ну вот и я очень-очень сильно мне было очень долго плохо, так сказать. А в конце концов он сдал назад, да? Да, каждый раз он сдает назад, то есть два эти раза. Первый раз, когда мы встретились 22 года назад, мы еще молодые были у нас. Какой у вас большой незакрытый гештальт. А вы уверены, что если бы он пришел с цветами вашими любимыми белыми лилиями, уверены ли вы в том, что он вам был бы долго нужен, если бы он пришел бы с цветами, сказал бы я твой, я буду с тобой, значит, я буду делать так, как ты хочешь. Не знаю. У меня действительно были иногда мысли, когда вот мы с ним были, вот, блин, если он действительно сейчас расстанется, там, скажет жене, там, ребенку, все, он уходит и вот придет, неужели действительно я побегу. У меня были такие мысли, но я потом думала, ну, побегу, но так как этого не произошло никогда. Побежите, но вы побежите, но очень на короткий период времени, а потом пожалеете. Объяснить почему? Да. Вы сами не заметили недавно, буквально там пару минут назад, как вы ответили на свой вопрос. Я процитирую вас. Я привыкла, что мужчины делают так, как я хочу. И это единственный мужчина, который не делал так, как я хочу, и в итоге держал какую-то дистанцию. И под конец все равно не случилось так, как я хочу. Я сейчас буду говорить очень так популистки, что ли, без терминологии, постараюсь. Судя по всему, это действительно тот самый мужчина, который остался для вас не не вписался в стандартный такую, знаете, не хочется говорить слово покорение, но он не припал к вашим ногам. А когда мужчина не припадает к вашим ногам, для вас это фрустрация, потому что вы чувствуете, что тут незавершённое. И если бы он к ним припал, и вы бы оба развелись, то с большой вероятностью вам бы с ним очень стало скучно очень быстро. И вы бы искали следующего мужчину, который бы не припал к вашим ногам. Потому что, как вы сказали выше, ваш муж очень утончённый и, скорее всего, делает так, как вы хотите. Поэтому он вам перестал быть интересным. А когда вы встречаете мужчину, который не делает так, как вы хотите, но в то же время проявляет к вам интерес, у вас возникает такой азарт. И этот азарт у вас зафиксирован с детского какого-то паттерна получения того, что вы хотите через какое-то поведение. И здесь, в данном случае, мы говорим скорее всего о том, что если бы вы закрыли в кавычках этот самый гештальт, то с большой долей вероятности, я повторяюсь уже, вы бы перестали им интересоваться. А до сих пор вы это вспоминаете, потому что это незакрытая победа в кавычках, она вас будоражит. И то, что вы говорите, как бы было бы с ним там, это фантазия. На самом деле, вы не закрыли традиционную схему. Встретились, понравилось, проявил, покорило, покорил, покорила я его, признался, готов на все. И когда мужчина для вас готов на все, вам становится неинтересным. Может быть, с одной стороны, с другой стороны, там была очень такая сексуальная химия, что никогда ни с кем другим не было. Мы к сексу еще не переходили, сейчас перейдем. Окей. Потому что это была психологическая такая штука, но, как вы правильно заметили, дополняет весь этот аффект эмоционального винегрета, уникального, скорее всего, еще одно совпадение, помимо дистанцированности и отношений на расстоянии, на вытянутой руке, еще действительно совпадение в сексе, потому что, скорее всего, секс мягкий, как вы сказали, утонченный, он для вас всегда не был объектом интереса. Для вас объектом интереса все-таки было что-то дерзкое. И он как раз-таки попал, знаете, как снайперский выстрел в эту дерзость, в эту такую уверенную мужскую позицию, где практически вас могут и не спросить особо и не извиниться, так сказать, а проявить такую мужественность, настойчивость, в какой-то степени грубость, как вы сказали. И это как раз тот секс, которым вы всегда нуждались. Поэтому он действительно является метафорой по двум как минимум таким вот точкам. Это характер секса и характер его поведения в сексе и вообще в жизни, где вы просить за выражение уже возбуждаетесь только при том, как он себя ведет. Да. И это и есть та самая метафора с юности. Сейчас мы к этому придем. Второе это то, что он оказался в итоге недоступный до конца. Не победили вы его в этом смысле. Я даже смотрела ваш вебинар про как пережить расставание и почему-то я вроде башкой понимаю, а вот вылезти из этого кинотеатра не могу вообще. Ну смотрите, если бы у вас был сегодня такой секс и если бы у вас были какие-то эмоциональные перипетии, которые наполняли вас эмоциями, то вы бы забыли про это. Но скорее всего у вас жизнь достаточно размеренная и достаточно утонченная, достаточно такая традиционная и такой эмоциональный штиль, от которого вас укачивает. А для вас эмоциональный штиль это вроде как, знаете, социально все хорошо и все так вот понятно, размеренно и что тут собственно говоря веслами грести, а от этого штиля вас укачивает, вам хочется эмоций, вам хочется драйва, вам хочется такой грубости, интриги, характера, какого-то какой-то драматургии. И поэтому вы его вспоминаете, поскольку он дал вам как раз эту драматургию, он дал вам это возбуждение уже только от того, как он себя ведет, даже не притрагиваясь к вам. И поэтому вы скучаете, то есть вы скучаете в частности не по нему, вы скучаете по тем эмоциям, которые вы ощущали рядом с ним. Когда мужчина грубой в кавычках и ведет себя именно так, как вас возбуждает, когда он не покоряется, не подчиняется вам и не делает так, как вы привыкли, все это держит вас в возбуждении, так сказать, в азарте. Поэтому эти чувства ваш мозг запомнил, поскольку они были очень яркие, очень такие эмоциональные, скажем так, и сравнить вас сейчас не с чем. То есть он на карте головного мозга, так сказать, он такое яркое пятно. И, конечно, по сравнению с тем, что у вас есть сегодня, это яркое пятно всегда доминирует и вас все время туда выбрасывает. Имеет ли значение, что его социальный статус немножечко, ну так сказать, пониже моего? То есть, если, например, мы из какого-то определенного, не сказать, класса, ну как бы там с определенным достатком, у мужа определенная профессия или позиция, а у другого немножечко все попроще, так сказать. И мне близкие подруги говорили, что, дура, уходить собралась, ты что, ты пожалеешь еще сто лет. Ну, а я, так сказать, вся в любови была. Называйте так, как хотите, но я не думаю, что это для вас актуально, потому что социальный статус и то, что вы описали, это для семейной, домашней, размеренной жизни. Я не очень уверен, что вы с ним планировали такую социальную размеренную жизнь. Вы получали там другие эмоции, как раз-таки, которых нет в вашей социальной жизни. в вашей социальной жизни, которой вы сейчас живете, которые привыкли, были бы грубость, эмоциональность, недоступность, тот секс, который вы хотите, и такие вот эмоциональные, яркие какие-то обстоятельства, то вам было бы попроще. Потому что сейчас вы в штиле, вы в озере, красивое озеро, такое насыпное, гольф-поле, все хорошо, но в этом красивом, насыпном, очень правильном, комфортном озере вам плохо, потому что хочется эмоций. А как вам кажется, Марго, о Германии, да, это книга? Да. Ну, я по акценту на них. Ну, так сказать. А как вам кажется, почему с юности вы выучились? Что вот это за поведение? Вы же говорите, я привыкла, что мужчина делает так, как я хочу. Есть у меня ряд вопросов. Первый вопрос. Как вы этому научились? Что вы этим получали? Разное. От каких-то материальных благ до чувств. А научилась, не научилась? Это как-то само по себе инстинктивно, интуитивно, может быть. Назовем это, пускай интуитивно, но когда-то маленькая девочка попробовала и получила то, что ей нужно. Может быть, но я, честно говоря, этого не помню. Расскажите про ваши отношения с папой. Хорошие, такая семья, вообще идеальная, типа, родители уже очень долго вместе. У меня тоже в школе немножко такой отличницы синдром был, хотя сейчас я его немножечко, так сказать, удалила, потому что надоело постоянно стараться и всем нравится. А так отношения с папой вроде хорошие. У меня мама очень такая доминантная, а папа меня всегда любил и защищал даже немножко. Скажите, пожалуйста, а вот эта отличница и желание всем нравится и быть такой светской, правильной, скульптурной семьи, это как оно вам всегда было? Ну, вроде нормально, но у меня что еще есть, очень сильные, я очень многого боюсь, то есть, например, даже по работе, да, у меня вроде хорошая позиция, но все равно у меня есть начальница сверху. Если, например, она мне звонит, у меня уже все, у меня уже все сжимается, хотя, в принципе, я знаю, она мне ничего плохого не скажет, но у меня всегда страх перед кем-то, там, не знаю, раньше перед учителями или там перед экзаменами, вот это вот, или даже перед мамой как-то раньше было, ну и перед папой иногда тоже, вот страхи у меня такие есть иногда. Ну, а так, в принципе, с папой отношения были нормальные, и семья вроде нормальная, то есть, по крайней мере, я ничего там не вижу такого, что может быть в корне уйти. Мы не рассматриваем эту историю серии нормальные, мы так не оцениваем, мы говорим о том, что вот это ваше желание, смотрите, вы сегодня выстроили вашу жизнь с мужем вот точно так же, как вы ее описываете в детстве, правильная, пятерышница, все хорошо, озеро, штиль, все вот хорошо, но есть такое чувство, что внутри вы нуждались все время немножечко в отклонении от этого штиля, а вот как так случилось, что вы с одной стороны пятерышница и всем нравитесь, такая правильная, воспитанная, а внутри немножко другое. и как вы всегда это подавляли, потому что этот же самый мужчина, который вас зацепил, он же на самом деле увидел вас такую, какая вы есть. да, 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 ты какая у вас? я сама не знаю, честно говоря, наверное, не такая уж примерная, как вот, так, не такая уж и примерная, и вы с ним были кем? наверно, не такой примерной, как вы всегда оказались. Ну, наверное, да. И вам это понравилось? Да. Наконец-то я могу быть не такой хорошей пятерышницей, я могу выйти за условные рамки и кайфануть и он вам это предоставил и вы скучаете по этому, потому что до сих пор находитесь в этих самых рамках и как вы себя подавляете всю эту далекую жизнь? Ну, я не могу сказать, что я какую-то свою прям внутреннюю натуру как-то подавляю, то есть, ну, к примеру, да, то есть, если мне, например, хочется какого-то там азартного секса, у меня, он с мужем есть, то есть, он не только там какие-то цветочки и бантики, ну, если так сказать, мне по грубее надо, то у нас в принципе там тоже идет по грубее, но с тем просто была химия какая-то другая, там просто, не знаю, с одного движения, а здесь надо как-то над этим немножечко работать, да, ну, по крайней мере, как говорить об этом, там, да, как-то что-то вместе обсуждать, а там было все понятно без слов. Да, я думаю, что если вы хотите задаться аналитическим вопросом, почему же меня и что меня так в нем зацепило, я думаю, что ответ будет кем я была с ним. это вообще для девушек очень важно, когда они цепляются какие-то эмоции и воспоминания, надо задать вопрос, а кем я с ним была. И очень часто ответ такой, я была с ним такой, какая я всегда хотела быть, или я была с ним настоящей, или я с ним получала то, что не могу получить в обычной жизни, или я с ним закрывала те потребности, которые закрываются в других моих сейчас социальных жизнях, так сказать. Поэтому вы скучаете именно по закрытым потребностям. Возможно, вы там были с ним более такой, такой, ну, назовем это субличностью, да, в кавычках. То есть, вот эта отличница, которая всем нравится, из хорошей семьи, да, и это такой, может быть, был какой-то ваша такая теневая часть, такой скелетик из шкафа, который выходил, танцевал, а потом обратно в этот шкаф залезал. Может быть, вы как раз-таки вспоминаете именно эти моменты. Это достаточно типично для нас, потому что мы вынуждены в большинстве случаев держать этих скелетов в шкафу, так сказать, и потом мы очень сильно скучаем по тем обстоятельствам, когда мы могли их выгуливать, этих самых скелетов. я просто иногда даже действительно жду, что он напишет или позвонит, или иногда там даже открою ватсап, смотрю там, не знаю, часами на его фотографию, или там даже жду, пока он онлайн появится, какая-то, блин, как дура какая-то, это вообще и вот прям я не могу его выкинуть, и хотя 5 лет прошло, но все равно я хочу его выкинуть, честно говоря, из головы. Теперь подходим к закруглению. Не ставьте, вот ваша ошибка заключается в том, что вы пытаетесь его выкинуть. Чем сильнее вы пытаетесь его забыть, тем хуже вам будет. И что делать теперь? Сейчас объясню. Чем сильнее мы пытаемся кого-то забыть и делаем усилия, чтобы кого-то забыть, тем хуже нам, потому что мы не можем вот эту точку в головном мозге, мы не можем просто взять, знаете, и огнетушителем потушить принудительно. Так физиология не работает. Если этот человек, во-первых, так прям по пунктам, первое, вы должны понять, кем вы были с ним, что он такого эмоционального с вами вытворял, и вы вытворяли, что вам так сильно понравилось, какая была правда, какой вы были, что он такого вам дал, где вы открыли какую-то свою часть, которую не могли открыть другим человеком. Это первое, чтобы понять это. Второе, не пытайтесь его забыть. То есть, не нужно вот это делать, потому что сила сопротивления будет прям пропорциональна силе вашего напряжения. Поэтому надо принять, что да, действительно, в моей жизни был там Ганс, который смог повести себя так, как мне было, всегда хотелось. Он был недоступный, он был такой вот грубый, он был такой вот харизматичный, он был как раз тем самым таким портретом мужчины, который не делал так, как я привыкла всегда. Его уверенность, его такая вот, я просто представляю, его харизматичное поведение уверенное меня всегда возбуждало. Я понимаю это. Я не буду это гонать из головы прочь. Я могу туда прийти, в эти воспоминания, вспомнить эти эмоции. Это нормально. Третье. В идеале, если бы вы поняли, какие эмоции он вам давал, и попытались бы в своей жизни как-то наполнить её схожими эмоциями. Тут уж вам придётся как-то подумать на эту тему. Потому что, когда в нашей жизни возникает человек, который закрыл наши теневые такие потребности и открыл шкаф со скелетами и нам понравилось, как эти скелеты танцуют, это, знаете ли, такой прям наркотический впрыск в голову. И вы будете скучать по этим чувствам. Это, знаете, как один раз простите меня бахнуться сильным наркотиком, а потом скучать по этому ощущению. Это примерно так же. почему на тяжёлые наркотики очень быстро люди подсаживаются, потому что они получают такие ощущения, которые в обычной жизни они получить очень редко когда могут, если не сказать, невозможно. Поэтому это очень опасное дело такое. И он фактически впрыснул вас такое количество эндорфина, такое количество эмоций, такое количество гормонов, что мозг это запомнил, он не сможет это распомнить. то есть если вы спрашиваете как это выпилить, то вам надо сделать трепанацию черепа и в ту зону мозга, где кроются воспоминания от эмоций пережитых в этот момент с контакт с этим человеком, надо там внести определённые изменения в этот мозг, там паяльничком прижечь какую-нибудь зону, чтобы вы вообще забыли. Тогда это всё закончится. Но я бы не рекомендовал вообще пытаться это забыть. Оставьте это как часть вашего эмоционального прошлого. Представьте себе, что это не прошлое, по которому вы скучаете, а что это опыт, который когда-то был такой эмоциональный. И попробуйте в своей реальной жизни научиться получать схожие чувства с мужем, ещё с кем-то, вместе. Ну что, ещё любовника искать? Третьего? Но тут уж каждый сам решает, кого ему искать. Кто-то делает по-разному, тут нет ответа такого технического, что вам надо делать. Тут и не может быть такого ответа. Тут задача понять, что если вы с мужем не получаете подобных эмоций, надо задаться вопросом, а можно ли с мужем вообще эти эмоции получить? А можно ли как-то находясь в жизни, в которой я сегодня живу, как-то эти эмоции смоделировать чисто технически? Если вы поймёте, что нет, так в жизни бывает, когда мы сегодня руководствуемся объективностью, вы говорите, я живу хорошей жизнью, меня всё устраивает, да, у меня был такой вот человек, который открыл шкафчик, в котором у меня были такие острые эмоции. Вам такой небольшой офф-топ. Знаете, я не могу сказать, хорошо это или плохо, но подавляющее большинство женщин, которые замужем и которые живут такой семейной размеренной жизнью, скучают не по сексу с мужем, они скучают по тому энергичному бездельнику, с которым они познакомились где-нибудь на берегу Карибского моря. И они говорят так вот без купюр, без камер, что это было лучше секс в их жизни. Но продолжают уже давно жить другой со семейной такой размеренной жизнью. Люди обожают себя обманывать. И это обычные вещи. Просто вам надо понять, что вы сегодня же не будете махать шашкой. Ну какой смысл там рубить сухо, на котором вы сидите. Мягко говоря, странно. Но был человек, который дал такие эмоции. Да, он открыл мои скелеты, они потанцевали, хайфануло. Много адреналина, много эндорфинов. Было круто, было классно, здорово. Вот иногда вспоминаю, имею право вспоминать. Когда хочется вспоминать, иногда скучаю, конечно, по этим чувствам, потому что черт побери, слось и так далее. Но кто об этом не будет вспоминать? Каждая женщина об этом вспоминает так или иначе, когда у неё это сегодня не так. А вот если у женщины был какой-то энергичный бездельник в какой-то период времени, который открыл эти шкафы и там забрызганные обои, то если в её реальной жизни её молодой человек или её мужчина даёт ей достаточно эмоций и даёт ей такое разнообразие и палитру разных эмоций, где её скелеты тоже выгуливаются, то тогда этих воспоминаний будет меньше. Потому что одна история, что сегодня я тоже эти скелеты не пылятся, а у вас судя по всему пылятся. И здесь мы можем только эту ситуацию поднять, мы можем её увидеть, мы можем не гнать эту историю с прошлого, то есть ваша ошибка больше не в этом, не в этих скелетах, а в том, что вы пытаетесь это забыть, а вам надо с этим подружиться, что да, была история, открыли скелеты, попал в такие и такие вещи, потому что я всегда была отличницей, всем нравилась, и за мной там все бегали, делали как я хочу, а тут появился энергичный такой харизматичный грубоватый бездельник, с которым я испытал те эмоции, которых не испытываю с другими людьми. Это нормально. И тут конечно либо ну я сейчас никаких рекомендаций не даю, либо такой энергичный бездельник должен появиться ещё раз, либо вы должны просто с этим так сказать смириться, что да, такое было, вспоминать периодически, как-то там об этом думать, но в голове держать ясность и трезвость того, что сегодня у меня нормальная, размеренная, довольная, довольственная жизнь, которую я не буду рушить, не буду ничего менять, потому что от того, что я там кого-то вспоминаю, смысла нет. И последний тезис. А если бы этот Ганс Христиан Андерсон оказался бы в итоге моим, а я бы разрушила семью, и он бы там ушёл бы, и мы бы с ним встретились на Эльбе, мы бы, конечно, занимали сексом, как выдры, две недели напролёт, а потом, когда я поняла бы, что он мой, и что, собственно говоря, я получила то, что я хотела, то поймите, когда вы эти скелеты выгуливаете раз в год, то для вас, для ваших психических рефлексов с усиленным концом, это всегда ярко. А если бы этот секс был для вас повседневным, я вам даю стопроцентную гарантию, что через три месяца вы бы перестали испытывать такие эмоции. Угу. Он был для вас ярким, потому что он был для вас а, недоступным, б редким. А если бы он стал вашей повседневностью, то, скорее всего, вы бы сегодня на кейсе бы сказали так. Здравствуйте, меня зовут Марго, я когда-то познакомилась с Гансом, который дал мне те эмоции, в которых я нуждалась, я развелась, он развёлся, мы начали жить вместе, и через полгода я поняла, что уже что-то всё не так, как-то вот не тот уже, не те эмоции, скелеты уже натанцевались, а он социально там и так далее вообще мне не подходит, потому что всё совершенно начинает обрастать другими социальными, экономическими вопросами, и вы бы впали бы в ещё большую депрессию, серии, что поэмоционировала, поэмоционировала, а дальше-то жить как. А как вы считаете, можно вот эти вот эмоции, которые как бы я тогда с ним искала, заменить, если уж меня здесь не хватает, если мне их не хватает здесь в семье, чем-нибудь другим, ну, не знаю, какие-нибудь там хобби, или там с парашюта прыгнуть, ну, я утрирую, да, вот чем-то таким, или надо это обязательно эмоции из партнёрских отношений? Это хороший вопрос, это называют сублимацией, да, тут вопрос к инфраструктуре, в Германии, как я знаю, очень так вот просто относится к сексуальным потребностям и вообще к сексуальным каким-то вопросам, и я думаю, что вы можете найти какие-то хобби, обсуждённые с вашим партнёром, которые не разрушают ваш брак, не ухудшают ваши отношения, но в то же время вы получаете свой адреналин и получаете какую-то свою вот эту изюминку. В Германии много разных клубов по интересам. Ну, я вообще-то не это имела в виду, а действительно какие-то, я просто заметила, что вот после того, как мы с ним расстались, у меня меня понесло в шопоголизм немножко. Ну, это вы пошли себя радовать, потому что девочка же не закрыла гештальт из серии, он был не моим, и вы расстроились, он же не стал, вы же ежелычок не поветили моё, и вы остались, знаете, как дали конфету пососать вкусную, большую, такую, как вам нравится, а потом выдернули и ушли. И вы надули губы и пошли радовать себя шопоголизмом, наполняя свою фрустрацию другими удовольствиями. Могли и кушать начать. Ну, это тоже, кстати, иногда есть. Ну, вот поэтому это ваш типичный паттерн, когда не идёт так, как вы хотите и вас не удовлетворяют, потому что не хотят, да, или потому что там обстоятельства изменились. Вы идёте и начнёте себя радовать, как ребёнок. Девочку надо порадовать, либо покормить, либо бантики купить розовые. Да, вот поэтому я спросила, если, может быть, уйти в какие-то другие хобби, которые адреналин мне... Смотрите, шапоголизм и заедание пищевое это не хобби, это такая не очень, не супер сублимация, да, вот, а хобби, это могут быть разные хобби, опять же, повторюсь, в Германии великое множество вариантов, как вы можете получить эти острые эмоции. Ну, может быть, спорт какой-то там, я не знаю, или... Хорошо, я понял, обычно такие женщины, как вы, неважно, возраст, нету тут ограничений каких-то, они обычно выбирают пилон, они обычно выбирают какие-то парные танцы, они обычно выбирают какую-то такую социально яркую работу, где она может там подмигнуть кому-то, там как-то пококетничать. Вам же важно, чтобы за вами там кто-то вот так, так сказать, проявлял инициативу, да? Угу. Вот, поэтому, что это может быть что-то такое социальное, это может быть какая-то сублимация в виде танцев, в виде парных танцев, таких вот интересных клубов, это может быть какой-то опять же пилон, да, имеет прямое отношение к сексуальному выражению, но, судя по всему, вы нуждаетесь в определенном таком эмоциональном переломе, где он вас переламывает в какой-то момент, и вы поддаетесь на это, поэтому здесь хобби, которое сымитирует вот это, вот этот психологический паттерн, мне сейчас в голову такое хобби не приходит. Угу. Дело тут не просто в банальном адреналине, тут дело в получении определенного удовольствия, в концепции недоступный человек стал моим. может быть, это можно спроектировать на каких-то сложных людей, которых вы склоняете к какой-то сделке или какой-то покупке, и может быть, для вас это будет какой-то личной победой серии, ну, сейчас примерно, да, вы пришли продавать там какой-то дом какой-то паре, и там, значит, такой вот сложный мужчина, и вы нашли к нему подход, и все-таки продали этот дом. Ну, это такое, первое, что у него в голову пришло. То есть, здесь надо подумать, как эту психологическую потребность попытаться сублимировать в хобби, я сейчас затрудняюсь ответить. А вот, как вы думаете, откуда вообще вот это у меня пошло, что мне хочется нравиться всем мужчинам? Вот, вот, хочу всем нравиться, действительно, чтобы вот все на меня внимание обращали, вот, что у меня низкая самооценка, или вот, почему, чего мне не хватает? Ну, тут разные могут быть гипотезы, но первая гипотеза, это то, что ваш папа себя так с вами вел. Он же удовлетворял ваши хотелки. Он был мягким человеком. Ну, вроде да. Ну, и муж ваш такой сейчас. Поэтому, я думаю, что вот это такая инфантильная черта удовлетворения хотела хотела к девочке, это такая детская история, где то, когда я что-то хочу, оно случается. Вы таким образом подтверждаете собственную значимость, подтверждаете собственную удовлетворенность, так сказать, подтверждаете, что для вас люди готовы делать, да, и я покорила кого-то, и это значит, что я особенная. Поэтому, с помощью вот этих вот побед, таких вот женских, так сказать, возможно, вы всегда доказывали себе что-то и получали параллельно от этого удовольствия. И вы, видимо, были на острие удовольствия с тем мужчинам, потому что вот-вот победа была рядом. А потом в итоге это и не состоялось. И Гештальд, так сказать, не закрылся. Поняла. Примерно понятно, что надо по трём пунктам попытаться сделать. Да. Первое, понять, кем вы были с ним, какие там черти танцевали в табакерке, так сказать, да, что я получала конкретно, то есть, такой некий портрет сделать этой потребности, которую вы гулили, то, что он нашёл ключик к этой потребности. Но, на самом деле, если быть откровенным, вот я сегодня говорил про курс по эмоциональному интеллекту «Чёрное и белое», да, вот это такая чёрная штучка, потому что в каждой девочке есть определённый скелет. В каждой пятёрочнице, в каждой отличнице и так далее, есть очень сильная подавленная история. Эта история идёт такими глубокими корнями в переносные и контрпереносные моменты по дипову треугольнику с отцом или с матерью. и у каждого человека есть вот эта такая штучка, которая выходит за рамки общественных норм и правил, и её всегда хочется выгулить, но только так, чтобы об этом никто не узнал. Да. Да, и скорее всего, он просто нашёл этот ключ. Он, в принципе, очень професс... Он либо это сделал случайно интуитивно, либо он очень профессионально понял, как... Что вам нельзя было подчиняться. То есть, вот если бы вы были кейсом на курсе черно-белое, то вы были бы тот самый кейс, когда он сделал всё правильно. Потому что если бы он сказал, Марго, ты самая лучшая, самая любимая, давай будем с тобой вместе, тут бы всё ваше напряжение бы и закончилось. А он вас держал в напряжении очень правильно и очень долго. Вот. И вот это вот напряжение у меня было всё время, когда мы с ним по времени общения постоянно. Он нашёл тот самый ключ, о котором я говорил сегодня в начале занятия. Поэтому это ваша уязвимость. Стоит вам показать конфетку, а потом её потихонечку от вас отдалять, то вы побежите за этой конфетой. Точно. Вот вам ваша уязвимость. Да. Теперь так разложилось всё просто на полочке. Ну, я рад. Спасибо вам. Спасибо вам. Благодарю. Можете опубликовать. Серьёзно? Да. Там не страшно? Нет. Хорошо, я подумаю. Но это интересно. Окей. Ну, всё понятно стало просто. Действительно. Супер. Спасибо. Я рад. Как там? Гутеннад? Гутен... Что? Гутеннафт. Гутеннафт. До свидания. Спасибо. До свидания. Спасибо. Что здесь можно сказать? Здесь на самом деле очень хорошо проиллюстрирована вот та самая история, о которой я говорил в начале, про уязвимости. Я думаю, что очень наглядно и детально я постарался показать, как эта уязвимость выглядит и как может случиться в чёрной стороне эмоционального интеллекта, когда человек, понимая уязвимость, на неё работает так, что вы станете потом воспоминанием всю жизнь. Как говорится, вот вам мини-презентация нового курса. случилось у нас вот так вот, так сказать, внезапно, да? Поэтому, девочки и мальчики, надо знать свои слабые места.